Ола Амигос, на связи Матвей. И сегодня в этом видео я буду играть со своего телефона 1 на 1 против лучшего игрока в Fortnite на свече во всем СНГ, без рофла. Комьюнити Fortnite на свече самая маленькая в нашей игре, поэтому мне очень сильно свезло найти человека, который так круто играет. Заранее хочу предупредить, что на данный момент я нахожусь в отпуске, и честно говоря, интернет тут не лучший. Поэтому файтиться я буду с пингом 200 и достаточно низким фпс, потому что оптимизировать игру с таким интернетом у меня, к сожалению, не получается. Главное, что я смог показать скилла раба. Да, именно такой ник носит один из лучших игроков в Fortnite на свече во всем СНГ. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моем канале, тебе хоть немного интересна тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку, потому что в наши дни мобильный Fortnite постепенно умирает, и только ты своей подпиской можешь все исправить. А еще не забывай поддерживать наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тега Automotive Car смело води и покупай исключительно с ним. Ну а также вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставляешь, тем выше твой шанс попасть ко мне в видео, поэтому спам разрешен. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте наконец-таки посмотрим на то, как играет один из лучших игроков в Fortnite на Nintendo Switch. Уверен, такого вы еще точно нигде не видели. Что ж, сейчас мы начнем, и по ходу нашего файта я буду задавать Арабу разные интересные вопросы, связанные с его игрой на Nintendo Switch. Ну что ж, Араб, скажи, с какого сезона ты начал играть, и почему ты выбрал именно Fortnite? Так, начал я в четвертом сезоне, а начал, потому что в тот момент не было во что вообще играть, и вот так. Расскажи о своей лучшей заслуге в игре. Может это был какой-нибудь турнир или вагер, не знаю. Лучшая заслуга, это, наверное, 45-е место на турнире битвы за престиж в 15-м сезоне. Сколько у тебя поинтов в арене сейчас, и какое количество ПТС у тебя было максимум? Сейчас у меня 8 тысяч поинтов, это мой максимум, но в конце хочу поднять 10 тысяч поинтов. Ну вот вообще, какая часть игры для тебя самая простая? Ну типа, АИМ, редакт или строительство? Легче всего в АИМе, потому что есть АИМ-ассист. А, ну это в принципе понятно. А вот какие особенности игры на Nintendo Switch именно в Fortnite ты можешь выделить? Особенности нет, ты играешь как долбоёб. Ну в принципе эта особенность объединяет всех мобильных игроков Fortnite, так что ладно. А вот против каких других платформ, ну а именно в Fortnite, тебе сложнее всего играть? Против ПК, у них чаще всего хорошая механика. Вот тут вот я согласен на все 100%. Вот с телефона, да вообще с любых мобильных платформ, переиграть ПК игрока в Fortnite практически нереально. Это удаётся только единицам. Если вам нравятся угарные видео и троллинги в САМП или КРМП, то ребят, обязательно оцените мой новый набирающий обороты канал под названием Мотивкар КРМП Мобайл. На нём вы сможете найти лучший контент по троллингу игроков на разных САМП КРМП Мобайл проектах. Сейчас я очень сильно вкладываюсь в этот канал и уверен, что в ближайшем будущем он 100% залетит, поэтому сейчас же подписывайтесь и будьте одни из первых. Ещё тут вопрос есть. Рекомендуешь ли ты учиться профессионально играть в Fortnite на Nintendo Switch в 2021 году? И если да, то какие советы новичкам ты можешь дать? Мне советую учиться играть на Switch, потому что вы здесь ничего не добьётесь, и это мёртвая платформа. Я думаю, это лучшее сходство Fortnite на Switch с Fortnite на телефонах. А, кстати, чё там по оптимизации на Nintendo Switch? Я вроде как слышал, что на Nintendo Switch Fortnite доступен только в максимум 30 FPS. И вот скажи, вот эти 30 FPS они стабильные или как? По поводу оптимизации, маленькие FPS часто подлагивают. В общем, играть сложно. Говно оптимизация. О-о-о, да ну, это уже второе сходство. Вот реально прямое сходство Fortnite на Switch с Fortnite на телефонах. Все ребята, которые играют в Fortnite Mobile, это подтвердят. Ну, а чё, в общем, ты вот можешь сказать про свой девайс, то есть Nintendo Switch, нравится, не нравится, на что бы поменял, ну и так далее. Девайс ужасный, поменял бы на Next Gen консоли или ПК. Ля, ну я думаю, так бы все мобильные игроки поступили, конечно же, кроме меня. Что ж, интересно. Кстати, ребята, обратите внимание на Freebill Tarabo. Да, я прекрасно понимаю, может это там не Freebill, какого-то там Летвика и так далее. Но вот вы просто представьте, что сейчас этот чел всё делает со своего обычного Nintendo Switch. Вот вы хотя бы одного более-менее профессионального игрока на Switchе встречали в своей жизни? Вот не знаю, как вы, лично я нет. И да, ребят, кто не верит словам Араба, то первая ссылочка в описании под этим видео, это Fortnite Tracker Араба. Так что, кто не верит, смело чекайте и убедитесь в том, что он говорит правду. И честно говоря, по словам Араба, я прекрасно понял, что Nintendo Switch это самая ближайшая платформа в Fortnite к телефонам и планшетам на данный момент. Да и вообще, по факту, Nintendo Switch тоже можно считать мобайл-платформой. Да как можно считать, это и есть мобайл-платформа, ведь по сути это прототивная консоль, которую ты как телефон можешь с собой спокойно взять. Единственное отличие, наверное, так это то, что на Switch'е в Fortnite консольное управление. Да и в принципе, не знаю насчёт этого, потому что ты можешь спокойно взять и подключить там геймпад от PS или Xbox к своему телефону. И также спокойно с них играть в Fortnite на своём телефоне. Поэтому, в принципе, как за отличие, это можно даже и не считать. Ну и в принципе, ребят, у меня пока что для вас это всё. Наконец-таки я закончил трилогию из этих видео, где я со своего телефона играю в Build Fight в Fortnite сначала против профессионального игрока на ПК, потом на консоли, ну и теперь на Nintendo Switch. Все эти видео, кстати, вы можете посмотреть в специальном плейлисте по подсказочке в правом верхнем углу. Ну а если вы всё ещё здесь, то обязательно пишите в комментариях слово читания Switch Top. Так я пойму, что вы досмотрели это видео до конца и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Надеюсь, что в свою очередь вы тоже лайкните и этот ролик. Ну и по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.